Екатеринбургский юрист Алена Холназарова, защищающая права обманутых клиентов автосалонов, пытается найти поддержку у правоохранителей в своем нелегком деле, но пока сталкивается с полным непониманием. Правоохранительные органы не готовы признать существование этой проблемы. Они вот всех унизили психологическим давлением и навязали кредитные обязательства. Я просто как человек не понимаю, как мы могли унизить, то есть мне не нравится, я взял ушел. Ну вот мы встали и пошли. А вот знаешь как, я говорю, он моего мужа. Люди всегда полицию вызывают. Они психологически давят, они говорят, вызывайте хоть кого. Если бы вы их не знали, мы бы не сидели здесь. Вы полицию-то вызывайте. Вызывали, полиция ехала 5 часов. На протяжении серии репортажей ТАУ рассказывает о целом ряде мошеннических сделок, совершенных в течение последнего полугода Екатеринбургским автосалоном «Стрела». Размещая недостоверную рекламу в интернете, этот автосалон привлекает клиентов низкими ценами и заманчивыми акциями, а в итоге продает покупателям старые неисправные машины по ценам вышерыночных. В кредит, выплаты по которому превышают порой доходы покупателей. Герой нашего сегодняшнего репортажа 31-летний, работающий в Екатеринбурге автослесарем Александр Попов. В декабре прошлого года, увидев в интернете объявление о продаже почти нового 2021 года выпуска Hyundai Creta за 1 125 000 рублей, Александр приехал в автоцентр «Стрела», чтобы посмотреть на этот автомобиль и в случае, если его состояние окажется удовлетворительным, подать заявку на кредит. «Придя в салон, подписал соглашение. Я просто ехал смотреть автомобиль, даже не планировал приобретать. Подписав соглашение, якобы для того, чтобы машину мне показать, ожидал расчетов по кредиту. То есть параллельно еще была подана заявка по кредиту. Также нарисовали мне зарплаты, нарисовали мне работу, где я там работаю. Ну, ладно, нарисовали, нарисовали, думаю, ничего страшного. Когда принесли расчеты, еще не пригнав машину, платеж по кредиту составил 80 000 рублей. Я, как бы, отказался от этого. Меня завели в отдельную комнату, предоставили мне это соглашение, в котором они до этого, я уже потом впоследствии понял, что прикрывали пункт, в котором прописано, что якобы я должен буду в случае отказа заплатить 20% от стоимости автомобиля. И там какие-то проценты в случае простой этого автомобиля до момента продажи. А соглашение, вы говорите, что приехали в салон посмотреть машину, что соглашение на посмотреть было? Да, якобы машина не здесь находится, ее надо пригнать на эвакуаторе, надо соглашение подписать, надо сюда. Таким вот образом. Когда начал отказываться, предложили посмотреть другой автомобиль. Начали смотреть, выбирать. Выбрал тот же Hyundai Grat 2019 года. По итогу он обходился мне 2 миллиона 150 тысяч. За отдельные денежки менеджеру, в сумме 25 тысяч, уже выехав с салона, он мне сделал якобы скидку, якобы я сдал машину в трейд-ин. То есть вы заплатили менеджеру? Да. Я заплатил менеджеру, они якобы какую-то машину по трейд-ину провели. И по итогу у меня машина вышла в миллион девятьсот плюс девяносто тысяч за страховку на дорогах. Это получается миллион девятьсот девяносто девять по кредиту. По истечении кредита я должен буду заплатить почти четыре миллиона. В каком банке кредит? Открытие. По рефинансированию меня убеждали, что будет после истечения двух месяцев рефинансирования. Уже приехав домой, посидел, посчитал, мне, насколько я сейчас помню, девятнадцать шестьсот платеж после рефинансирования выходил. Посчитав девятнадцать шестьсот умножив на весь кредитный срок, я получил сумму гораздо меньшую, чем приобретал автомобиль в салоне. То есть по факту рефинансирования никакого нет. Понятно. Вы говорили миллион с чем-то. Вот этот миллион девятьсот, то, что вам обошлась машина, вы сравнивали, насколько это рыночная цена? Порядка пятиста тысяч сверху накручено. Поняв, что совершил ошибку, купив тридорогой автомобиль, Александр накануне Нового года вернулся в автоцентр «Стрела» с требованием расторгнуть договор купли-продажи. Но салон оказался закрыт. А у его ворот он встретил десяток таких же, как он, обманутых клиентов. Все вместе они отправились в другой салон «Золотая миля» на Сибирском тракте, где продажами автомобилей занималась компания «Агат», имеющая тот же юридический адрес, что и фирма «Орион», торговавшая в «Стреле». Однако сотрудники «Золотой мили» стали отрицать свою причастность и к «Ориону», и к «Агату». К автосалону «Стрела» ваш автосалон имеет какое-то отношение? Никакого. Абсолютно никакого? Абсолютно никакого. А ваше юрлицо как называется? С-Моторс. Как? С-Моторс. С-Моторс, да? А ООО «Орион» здесь находится в этом автосалоне? Сажение, первый раз слышал. Впрочем, обманутые клиенты вскоре нашли подтверждение связи «Стрелы» и «Золотой мили». Это же он. Надо посмотреть. Да, это он. Это «Варгус» автомобиль со «Стрелы». Вот этот «Варгус» они... А, машина со «Стрелей». Какие? Ну, вот конкретно «Варгус». Доказательства есть у вас? Ну, у вас есть, что она не оттуда? А у вас есть? Ну, у вас есть? Нет, я у вас есть. Чего ты агрессируешь, Артем? Головой киваешь? Вам вопрос задается. Ну, у вас есть доказательства, что? Вы там заходите и провоцируете. Провоцирую? Я ничего не буду оттуда. Я вот уверен, что она оттуда. Знаешь, почему? Потому что мне ее предлагали купить. Покажите. Еще одним доказательством тесной связи с «Золотой мили» и «Стрелы» стал другой автомобиль. УАЗ «Патриот» обманом под видом сдачи в трейд-ин, выкупленный менеджером «Стрелы» у других клиентов супружеской пары из Магнитогорска. Да и книга жалоб в «Золотой мили» оказалась подписана юрлицом, имеющим тот же адрес, что и юрлицов от центра «Стрела». Имея на руках эти доказательства, пострадавшие и их юрист вызвали полицию. Подойдите, что-то покажу вам. Вот, вы видите? Так, так. Видите, компы, стоят запечатаны. Это компы и стрелы привезены. Видите, они в полиэтилене все? Там наверняка и доки лежат. Сегодня они там роются, документы, остатки собирают стрелы. Мы же не наблюдали. Мы уже детективным агентством стали. Это компы и стрелы. Я понимаю, что вы не можете. Я понимаю, что вы не можете. Если бы это было так просто. Я пришел и начал весь салон перевернуть. Конечно, я бы так уже... А в Воронеже перевернули? В Воронеже перевернули? У них, наверное, есть какой-нибудь исследователь. А как они это сделали нам? Объясните, как они это сделали? Где исследователи нам взять? Так, ущерб у людей. Десяти человек, двадцать миллионов. Да, больше, больше, больше. Подождите, вы там... Чуть ущерб по-другому. Вы, получается, вы считаете по кредитам? А как мы должны считать еще? Они закредитованы все, вот, по-моему, они горюют. И по шестьдесят тысяч, вот, держи. Как еще? И все бедра получили. Не увидев в действиях автопродавцов никаких правонарушений, полицейские покинули автосалон. Часть пострадавших также отправилась в Следственный комитет подавать вот это коллективное заявление, которое у них хоть и приняли, но даже не присвоили ему никакой входящий номер. А в это время в салон приехал хозяин, назвавшийся Константином Михайловичем. Минтов? Да. Так они только что здесь были, вы где были-то? А? Я пришел, пришел сюда. Вы кто? Кто такой? Вы почему так разговариваете со мной? Вопрос-то я говорю. Какой, но вы разговариваете? Да мне что с тобой, но вы-то разговариваете? Ну все, давайте, давайте, поговорим сейчас. Сейчас приедет. Полиция же вы вызвали, да? Конечно. Что вы? Я посетитель. Сама позовала. Будучи поднятым с больничной койки, Константин Михайлович оказался скоро на расправу не только с клиентами, но и с менеджерами «Золотой мили». Я сейчас на право собственника хочу закрыть автосалон. Я здесь, эти, эти, подождите. Да, автосалон. Я на сегодняшний день им за то, что я сюда приехал, им будут включены штрафы, и они здесь работать с такими геморроями мне не нужны. Ну что же, все, собрались за следом. И там кто у вас там, не давайте. Секунду, претензии. Вы здесь купили машину? Нет. А почему вы сюда-то приехали? Сейчас полиция приедет, разберется. У какое лицо арендовала? Вы у какого лица-то купили? Вес Моторс? Это что за компания вообще? Это ваша компания. Как это в нашей компании может быть, если я сдаю компанию, я смотрю. В аренду вот это помещение. Ну, значит, вы не со всеми ими документами ознакомлены. Но мне зачем с ними ознакомлены? У вас учредитель один. У меня задача плохая. У вас учредитель один. У всех этих компаний учредитель один. У меня без разницы. Я сдаю, получаю деньги за это. Нам тоже без разницы. У меня без разницы. Волга Ньюс. Цитата. Мужчина имеет судимость за нанесение легкого вреда здоровью человека и мошенничества. Причем за последнее преступление его судили в Казахстане. И освободился из мест лишения свободы он в январе 2016 года. А уже в мае того же 2016 года вновь оказался в СИЗО за новое преступление, связанное с хищением автомобиля. Некий житель Самары Вячеслав Эл нашел в интернете объявление о продаже автомобиля. Шестилетнего BMW GT 530 всего за 800 тысяч рублей. Когда созвонился с хозяином, тот объяснил, что машина находится в Екатеринбурге. И если самарец все же приедет за ней, то за беспокойство он скинет еще 100 тысяч рублей от стоимости иномарки. В тот же день Вячеслав прилетел в Екатеринбург. 9 мая встретился с автовладельцем, передал ему 700 тысяч рублей, забрал ключи и документы на машину, после чего поехал в Самару. Доехав до города, он припарковал иномарку своего подъезда, поднялся домой, выглянул в окно и увидел, как его новый автомобиль уезжает прочь. Конечно, мужчина бросился за машины, но не догнал. Тогда потерпевший позвонил продавцу, а тот заявил, плати еще 70 тысяч рублей и машины к тебе вернут. Вячеслав отказался и написал заявление в полицию. Чтобы разыскать обманщика, стражам порядка понадобилось немало времени. Однако 15 августа домой Костасу Орудису нагрянули полицейские. Оказалось, что родители назвали мужчину Константином, но в 2013 он хотел переехать на ПМЖ в Грецию, поэтому сменил имя, фамилию и отчество на более подходящее. Видимо, планы изменились, потому что в 2016 мужчина по-прежнему обитал в Екатеринбурге. В феврале 2016 от своего знакомого мистера Икс Орудис узнал, что есть возможность купить BMW GT 530 2010 года всего за 700 тысяч рублей. Он приобрел машину, так как цена была гораздо ниже рыночной, а потому сделка была, очевидно, выгодной. К маю Орудис задолжал мистеру Икс полмиллиона рублей, поэтому выставил иномарку на продажу. Вскоре его кредитор позвонил и сказал, что подыскал покупателя, который прилетит за иномаркой в ночь с 8 на 9 мая из Самары. В указанное время в аэропорту он встретился с покупателем, передал ему машину, забрал деньги. Туда же в аэропорт подъехал Икс со своим знакомым Энн на джип Чирокин. Цитата. ПМВ открыл машину, сел за руль и выехал со двора. Мы на джипе, поехали за ним. Когда доехали до Свердловской области, я, следуя указаниям, мистер Икс отогнал машину в деревню. Кто такие мистер Икс и мистер Энн, следствию выяснить так не удалось. Поэтому в январе 2017-го под суд Орудис пошел в одиночестве. Несмотря на то, что за кражу в составе группы лиц по предварительному сговору в крупном размере Орудис усветило до 6 лет, Самарский суд наказал екатеринбуржцев всего 6 месяцами лишения свободы. Так что из СИЗО он вышел сразу после приговора. Позже, правда, вновь угодил в колонию за повторное вождение в пеном виде. Но зато сейчас это уважаемый предприниматель, владелец автосалона. На мне без разницы, хоть и у меня по всем каналам, мне плевать. Я таких не знаю, сколько я видел уже на воду. Очень много. Я из-за этого не переживаю, мне бояться нечего. Почему вот тут-то я понять не могу? Ну, это же общественное место. Это мое место. Режим работы написано до 9 часов. Где написано? Оно не будет это место работать. Я вам обещаю, он сегодня закроется раз и навсегда. Я с такими проблемами жить не хочу. Как и обещал, Константин Михайлович вызвал оперативную группу полиции, которая выставила обманутых клиентов из автосалона. И тут хозяин решил проявить великодушие. Сам, проходя лечение по поводу травмы ноги, он выбрал среди всех обманутых одну женщину из Полевского, которой в стреле продали биты-перебиты Рено Сандера. И пообещал ей помочь. Ей единственный. Я инвалид, да? Ну, а тоже супруга инвалид. Третья группа. Они как... Ну, все как будто это... Ой. Я не знаю вообще. Я Галини Виткару уже позвоню. Вы дали нам телефонами? Да. Закрыв салон, хозяин попросил полицейских подвезти его куда-то. Кстати, ни одно из данных им обещаний он так и не выполнил. Автосалон «Золотая миля» спокойно продолжает работать. А обманутая женщина-инвалид помощи в решении ее проблемы так и не дождалась.